И у нас в студии появился гость, это министр внутренних дел Латвии Рихард Скозловский. Доброе утро. Доброе утро. Начнем сразу с такой темы, как зольтутская трагедия. Скоро будет год с того момента, как все это произошло. И вот на прошлой неделе генеральный прокурор Каунмейерс рассказал, что следствие продвигается успешно и вскоре будут известны первые результаты. Что вы можете сказать как министр? Как министр я могу только подтвердить слова генерального прокурора, поскольку тоже регулярно встречаюсь с руководителями нашей полиции по поводу как раз трагедии зольтуты. И фактически уже то, что необходимо для полиции, чтобы передать дело в прокуратуру, это заключение подписанных экспертов. Надеюсь, как по плану все идет. Действительно, до сих пор нет никаких индикаций, что есть какие-то задержки, проблемы. Правительство обеспечило все необходимое, чтобы это продвигалось успешно. Полиции также более 40 следователей, которые участвуют в этом деле расследований. И в ноябре должны быть первые результаты. Как я уверен, что так должно быть. Господин Козловский, сейчас ведутся переговоры о создании коалиции. Еще непонятно, какие министерства будут у каких партий. Тем не менее, вне зависимости от того, останетесь вы министром или нет, вы можете пообещать, что будете следить за тем, как ведется расследование за литутской трагедией, за этим делом? Да, я могу заверить, что буду следить, не буду депутатом или министром, потому что действительно это одно из моих таких приоритетов, который был там на месте в день этой трагедии. Это, я думаю, также для полицейских делать честь и довести это вследствие до конца. И буду делать все, что необходимо с моей стороны, чтобы действительно это и произошло. А вам предложили уже остаться? Пока идут, как вы говорили, переговоры. Сам я в переговорах не участвую. Но, конечно, я готов продолжить свою работу, потому что есть очень много вещей, которые должны продвигаться вперед, которые начаты. Но, как я сказал, что буду готов работать министром, так же, если буду депутатом, делать все, чтобы в соответствии с той сферой, которую я сегодня представлял, развивалась, и чтобы наши граждане могли чувствовать себя безопаснее. Но вот некоторые новые депутаты уже поспешили заявить, что нужно срочно устроить депутатскую комиссию по трагедии в Золи Туда. Нужна ли она, по вашему мнению? Цель, конечно, во-первых, я в этом вижу тогда, быть уверенными, чтобы также со стороны парламента могло быть заявление, что трагедии, такпотованные трагедии, фактически в Латвии, не могут повториться, что сделано все необходимое также в сфере строительства, в сфере нормативных актов, которые приняты. Также, помните, была инициатива уже гражданской комиссии, которая, к сожалению, не была создана. Я лично ее приветствовал. И надо понять цель комиссии, скажем, то, что, конечно, также парламент и депутаты должны сделать все, чтобы было уверенность, что впредь такая трагедия не повторится в Латвии. Сейчас оппозиционные политики, по крайней мере, некоторые, выражая такую точку зрения, согласно которой партии и нынешние коалиции не желают расширять существующую коалицию только потому, что не хотят, чтобы всплыли какие-то подробности о залитудской трагедии, чтобы стали известны какие-то факты о продаже банка Цитаделла. Вы согласны с этим мнением? Ну нет, потому что, во-первых, какая политика в залитуде? Это трагедия, которая никак, никаким образом не связана с политикой. Тут, я думаю, каждый полицейский прокурор, который работает, также, я думаю, судей, которые будут судить, тут нет никакой политики. По вопросу, также, скажем, продаж банка Цитаделла, то, что, скажем, как я лично голосовал и какие решения принимал, я готов ответить в любом месте за это. Поэтому считаю, что то, что правительство делало, просто совпало с днем, перед днем выборов. И было очень удобно использовать это как вариант, чтобы, как бы, ну, поднять и сделать с этого политики. Поэтому я этот аргумент полностью хотел бы отвергнуть, что тут есть какая-то такая цель, только из-за этого не привлечь дополнительно какие-то партии в коалицию. Я хочу также затронуть другую актуальную тему, которая сейчас на повестке дня. Передача де-факто сообщила и нашла тех людей, которым предлагали деньги за то, чтобы они правильно голосовали на этих выборах в Сэйм. Что вы знаете об этом и что вообще происходит? Какие меры вы предпринимаете? Ну, меры предприняты. Как мы знаем, полиция безопасности возбудила 6 уголовных процессов, которые, мне кажется, больше, ну, не помню такого, что было столько много уголовных процессов. Тут процессы не только по одной партии, но и по другим партиям. То, что я могу сказать, что полиция должна максимально быстро проверить все эти факты. Еще в течение этого года, чтобы было заключение уже. И конкретно, если есть виновные, они должны призвать и быть независимо от какой политической партии они представляются. А второе, что я хочу еще раз напомнить, что для надзора такой уверенности у нас существует прокуратура. И какие-то спекуляции, что как-то министр может повлиять на ту или иную направление развития следствия, это полностью не соответствует истине. И любой гражданин Латвии, ну, житель Латвии может любые подозрения оспорить в прокуратуре. И только прокуратура имеет право действительно принять какие-то решения и уже сказать, было проведено следствие, соответственно, или не было. Но полиция безопасности сообщила, что в этом году подкупов было, ну, больше, чем когда-либо. И просто это же тогда получается, чье? Ну, вот, кто упустил? Кто упустил Министерство внутренних дел, полиция? Кто не доработал? Нет, ну, как вы видите, ну, как не доработать? Тут это личная ответственность, во-первых, те, которые такую инициативу выразили. И ответственность. То, что я вижу также, что очевидно, что ответственность за организацию такого процесса в нашем главном, наверное, законе надо усилить, соответственность. У нас пока ответственность до трех лет. Я не думаю, те люди, которые, может быть, получали 5 или 10 евро, которые живут, ну, скажем, в таком состоянии, как они живут, чтобы их призывать к моему суровому наказанию. Но те, которые организуют, я думаю, они должны внести серьезное наказание. А какое? Скажите, какое? Я думаю, не назову, но до трех лет, очевидно, значит, надо быть не до трех. Это значит, что может быть не сколько, да, это должно быть от и до. Ну, тогда, может быть, знаете, нужно информировать накануне выборов о том, что вообще есть такой закон и есть такой путь. Ну, информация идет, конечно, но второе, конечно, это одна усилить ответственность к уголовному процессу, второе, конечно, все-таки разъяснительная работа, информативная работа, и тут только полиция безопасности должна заниматься. У нас есть также центральная выборная комиссия, скажем, ну, больше уже полиция безопасности, карательный орган, скажем, если мы можем так выразить. Кстати, совсем о другом. Известного латвийского радикала Айоса Бена решено привлечь к ответственности. А что с другими, якобы, лузинскими участниками боевых действий на Украине, якобы сторонниками сепаратистов на Донбассе? Значит, возбужден уголовный процесс, как мы знаем, по поводу ответственности за призывание на террористические действия. Это решение свободы до семи лет за такие действия. В случае Айо Бенеса, значит, украинская страна его задержала за нелегальное пересечение границ и выдала Латвии. То есть вопрос по поводу тех людей, которые потенциально могут быть со стороны Латвии в этом военном конфликте, это вопрос сотрудничества с украинской стороной. Также, если они будут задержаны и выданы Латвии, значит, будут проводиться такие же расследования, такие же планы по такой же ответственности. Но надо понять, что там происходят военные действия. И на данном этапе, конечно, какие-то расследовательные работы, ну, следствие вести затруднено. Но хочу еще раз, используя возможность, сказать, что такая проблема существует во всей Европе. В Европе, скажем, более актуально это радикализация ислама. Уводчик многих стран, граждан, которые являются гражданами Евросоюза, они едут в Сирию, в Ирак, возвращаются назад, конечно, это потенциальная угроза. И я был в Лексикбурге, где вот уровень министров внутренних дел в Евросоюзе, эта проблема обсуждалась, и очень серьезная, и мы должны найти общие какие-то механизмы. То, что я сказал, и хотел привлечь внимание, то, что, скажем, мы говорим о Ираке, о Сирии, но тут в Европе тоже у нас, мы видим, что если горячий регион, где тоже, также не только жители Латвии, я уверен, но также другие жители Евросоюза принимают участие, и они могут возвратиться назад. А, кстати, есть ли Латвия угроза со стороны исламского государства? Есть ли у нас такие граждане Латвии? На данном этапе нет, Латвия это не угроза, но мы на следующий год, с 1 января, президирующая страна, у нас есть возможность поднять этот вопрос и на уровень повестки дня поставить, и как же мое мнение, что мы должны также привлечь Европу к нашей границе, которая восточная грязница, чтобы мы были уверены и усилить ее. Тут, наверное, не хватит нам времени детально это все обсудить, но также у меня были индивидуальные встречи с министром Франции, с министром Великобритании, они полностью согласны, и тут мы можем также, как президирующая страна, используя инструменты Евросоюза, может быть, даже привлечь дополнительные средства, чтобы наши границы также соответственно нагружать технологиями, используя новые технологии и так далее, то есть есть конкретные направления, которым надо серьезно работать. Совсем скоро в Министерстве внутренних дел возможно сменится власть, даже если вы останетесь министром, в любом случае начнется отсчет 4 лет других совсем, да? И скажите, какие приоритеты у министерства на этот период? Вы проработали очень долго, вы знаете, что нужно решать в первую очередь? В первую очередь, да, у нас составлен примерно график приоритетов, список приоритетов, и один из приоритетов, конечно, это общая система дополнительного финансирования, чтобы были подняты зародные платы как раз в системы внутренних дел, куда ходят полицейские, пограничники, ходят пожарники и также сотрудники мест заключения. И остальные теории уже, которые из этого исходят, это основа основ, потому что, конечно, есть приоритеты, то есть создать также более качественное обучение, но чтобы это сделать, мы должны привлечь к системе более потенциально способных сотрудников и уменьшить ротацию кадров, и также уменьшить, то есть чтобы нам было претендентов больше, чем мы увольняем. На данном этапе, к сожалению, система не мотивирующая, и у нас все время идет минус, то есть больше увольняется, чем приходит. Это должны мы осознать, потому что, если это мы не осознаем, мы можем требовать высокого результата и качества, но его не будет, если не будет претендентов и, скажем, приоритета, престижа данных, профессий, я не говорю только о полицейских. Ну что же, мы желаем вам качественной работы, и особенно будем с нетерпением ждать первых результатов по Золь-Тутской трагедии, какое же будет расследование, каким выводом мы придем, и мы надеемся, что виновные будут наказаны. Спасибо, что пришли этим утром к нам. Хорошего вам дня.